А когда же свой дом обретет Галерка? Театру 25 лет. Он победитель множества фестивалей, создан заслуженным артистом России Владимиром Витько в 1990 году. Но вот уже 10 лет у актеров нет своего здания. Как бродячие артисты, они гастролируют с одной омской сцены на другую. Днем спектакль может быть сыгран в ДК Красной Гвардии, а вечером уже в Орликине. Как с места на место перевозят костюмы и массивные декорации. И когда у театра появится свой дом? Все это знает Светлана Урванцева. Я играю Фену Степанову. Это такая жена. Будьте здоровы, жена. Вот все слышно. Все в таких условиях работает. Валентина Киселева в Галерке 12 лет. То есть почти столько же, сколько у театра нет дома. О трудностях переездов и о том, как каждый раз приходится приспосабливаться к новой сцене, она знает все. Сегодня днем актеры играют в ДК Красной Гвардии. Он не приспособлен для профессионального театра. Поэтому и гардеробная, и гримерная, и репетиционная здесь – это одна комната. Постановочная часть. У нас очень профессиональные люди. И на моей памяти такого почти не было. Чтобы что-то кто-то забыл, чтобы, ну, может, какой-то единичный случай там за 10 лет. Но это так редко, что этого нет. То есть это настолько все четко отлажено и работает все, что, в общем, мы спокойны и за себя, и за декорацию, и за костюмы. Вместо стола стилиста – пианино. Вместо сумок – ящики. Они не дадут косметике разбиться. Все вещи актеров на место привозят в «Газели» – личном грузовом транспорте театра. Мы постоянно все складываем в ящики. Эти ящики перевозятся. Потом мы все разбираем, это достаем. Конечно, очень неудобно. Несмотря на сложный квартирный вопрос, актеры даже не думают разбегаться. Наоборот. Сегодня в спектакле «Шульменко-денщик» роль одного из женихов играет Виталий Маркс. Он в «Галерке» около года. Сегодня было, кстати, да, мы как монтировщики работали, актеры перетаскивали стулья, диваны, столы. Но прихватывается, бывает. Ну, ничего же страшного? Нет, конечно, ничего. Главное, кайф получать, что ты делаешь, отработаешь все. Зато собраться на гастроли в другой город актерам проще простого. Ближайший в городе ноябрь в конце месяца. Покажет «Галерка» новогодние сказки. Пока же одеяние персонажей на плечиках в костюмерной. Это одно из немногих помещений с постоянной пропиской. В ДК «Шинник». Здесь после каждого спектакля костюмы разбирают, гладят и следят, чтобы ничего не потерялось. У нас на каждый спектакль есть перечень костюмов для каждого актера. Допустим, персонаж такой-то, такой-то, у него начинается. От костюма, там, фрака, рубашки, галстука и заколки, брошки, вплоть до носок. Носки у каждого актера подписаны. Декорации хранят и здесь же. Вот только в ДК их не собирают, а наоборот разбирают, чтобы упаковать и перевести на другую сцену. Ребята, вот когда они приезжают где-то на выезд и ставят, допустим, братьев Карамазово, а газель у нас все-таки небольшая, а Карамазово декораций очень много. И они заканчивают в 4 часа утра работу. Пока три рейса сделают, а то и четыре. Если бы не было впереди вот этого маяка, вот этого вот путеводной звезды, которая является строительством нового здания, по сути, то, я думаю, мы бы уже давно, что-то с нами произошло бы. А поскольку все эти годы мы живем тем, что вот-вот-вот строится, поэтому нас как-то вот эта вот мечта, эта идея, она нас поддерживает и питает и физически, и морально. Спустя 10 лет у галерки появится своя сцена. Ленточку возле нового здания должны разрезать в августе следующего года. Так пообещали актерам, которые, наконец-то, должны обрести свой дом. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7.